Всем привет! С вами Игромания и сейчас на протяжении где-то часа, ну на самом деле меньше, я буду рассказывать вам про свои впечатления от нового Doom. Рассказывать буду бессистемно, бездумно, очень глупые вещи, поэтому на самом деле вы можете еще сходить обязательно к нам на сайт и почитать рецензию Артемия Козлова, у которого это все получается как-то немножко более эмоционально и весело, но в текстовом виде, а так сейчас я вам расскажу, вот что мне понравилось в Doom, что мне наоборот не понравилось. И наверное нужно начать с самого важного вопроса, который мне задавали, ну раз 50 наверное, стоит ли Doom своих 2000 рублей? Вопрос, если честно, немножко утомляет. Да, стоит купить эту игру в Steam за 2000 рублей, потому что, ну что, вы можете просто сэкономить там на поход в ресторан, на поход в кафе, на поход в магазин за продуктами в конце концов и получить такой опыт, которого вы точно не получите в продуктовом. Но только если после того, как вы выйдете из продуктового, вас немножко порвут там, свернут голову и сделают больно. Возможно, такое бывает в Бирюлево. Так вот, в чем фишка нового Doom? Он очень сильно отличается от предыдущих частей, и это самое, по-моему, главное, что нужно усвоить, когда ты берешь и покупаешь эту игру, и начинаешь в нее играть. Смотрите, в чем дело. Когда ты играешь в оригинальный Doom, то самый главный противник там, это вовсе не смешные какодемоны и импы, которые в тебя там запускают всяким говном, а левел-дизайнер, который построил уровень таким образом, что вас начинают неистово щемить, открываются какие-то потайные двери, пол проваливается, нет, пол не может провалиться под ногами, это же у нас Doom 1 и 2, да, открываются потайные двери, на тебя выскакивают толпы врагов, у тебя мало места для маневров, и в итоге тебе нужно как-то с этим всем справляться и справляться с этим всем в одной плоскости. Но факт остается фактом, все монстры, они уже прописаны, и просто по мере прохождения уровня ты попадаешь в очередную засаду, тебе тяжко, но из этой засады ты, в общем-то, можешь убежать. Как работает новый Doom? В нем все совсем не так. В нем тебя выпускают на одну арену, и на этой арене начинают спавниться монстры. И фишка в том, что пока ты всех монстров не убьешь, ты дальше не пройдешь. Ну вот как в Пейнкиллере это обычно бывает, да, там пришел, начал рвать чертей, после того, как ты это все закончил, да, все, молодец, мы тебя пускаем. А, нет, нет, не пускаем, извини, вот тебе еще вторая волна монстров, будь добр, разберись. А вот такая же ерунда, она в новом Doom. Почему это плохо? Потому что, ну, сами понимаете, это не тот Doom, которого вы ждали. Почему это хорошо? Если бы мы делали новый Doom как старый Doom, как первую и вторую часть, получилось бы тоже ерунда, потому что, ну, сами понимаете, шутеры, они не стоят на месте, и в старый Doom сейчас, конечно, да, в него интересно играть, но, ну, сами понимаете, он должен оставаться в прошлом, даже несмотря на то, что старый Doom облагораживают модификации Brutal Doom, выпускают новые вады с картами, делают какие-то интересные штуки и модификации. Многим, кстати, Brutal Doom не нравится, потому что он излишне жестокий, и из-за того, что он добавляет какие-то новые фишки и тем самым портит оригинальную ванильную версию. Так вот, у нового Doom как раз больше точек пересечения с Brutal Doom, чем со старыми играми. И как раз вот эта система, когда ты идешь по уровню в новом Doom, и на тебя выпускают волны монстров и запирают тебя на определенных замкнутых аренах, работает исключительно потому, что разработчики в id Software сделали правильную механику. Смотрите, вы в прошлом Doom перемещались только по одной плоскости, а в новом Doom вы перемещаетесь по многоуровневой арене. Вы прыгаете, бегаете, вы мечетесь, носитесь как угорелый. И из-за этого новый Doom, он отличается вообще от других шутеров. Максимум, вот с чем его можно сравнить сейчас, это шутер Hard Reset, польский. Он, кстати, скоро выйдет на консолях, выйдет ремастер его, потому что он был где-то на ПК 3 года назад, а может даже и 4. Я, если честно, не помню. Ну, такой средненький шутан был, но тем не менее он как-то попытался захватить дух того самого Doom. Так вот, в новом Hard Reset там добавили новое оружие, там катану, по-моему, можно маневрировать теперь намного лучше. Но вот это вот все, оно намного лучше передается как раз вот по ощущениям в новой игре. Фишка в чем? Ты, когда играешь в новый Doom на высокой сложности, ты не можешь стоять на месте. Ты, когда играешь в другие шутеры на высокой сложности, ты обычно что делаешь? Ты прячешься за укрытием, ты отсиживаешься, тебе хочется как-нибудь вот где-то отсидеться, немножко, ой, что-то меня там заколбасило, да? Круто, да. У нас землетрясение здесь, по-моему, сейчас было. Да, черти из ада лезут. Так вот, о чем это я? О чем-то я забыл, я потерял вниз разговора. Да, я ношусь по уровню, и фишка в том, что в других шутерах, вот в этом году, в прошлом году, позапрошлом, тебе нужно как-то почаще все-таки сидеть в укрытиях, аккуратно выползать, сделать пару выстрелов, заползать обратно, ждать пока у тебя там ренегенерация сработает, там вытаскиваешь из задницы осколки стекла, пули, там все остальное, что в тебя летит. И в целом, как-то вот это достаточно не совсем динамичная история. Мне дико понравился Ольфенштайн Де Нью Ода, но, опять же, он заточен на то, на высоком уровне сложности, что ты будешь играть в него аккуратно. Ты не можешь совершать лишних движений, ты должен воевать и отвоевывать каждый сантиметр пространства, вокруг себя, ты не можешь взять там два дробовика, вылезти на вот эту толпу немцев и всех их порвать к чертям. Вот совершенно. Как только ты вылезаешь, тебе сразу там делают 3-4 выстрела, и ты ждешь, пока у тебя экран загрузки закончится, чтобы попробовать еще раз такую ерунду. Чем хорош Doom? Там обязательно нужно идти на пролом. Если ты будешь стоять, если ты будешь прятаться за укрытиями, тебя рано или поздно порвут. Причем, чем выше сложность, тем быстрее это делают. Поэтому, как в него играть? Ты без продуху носишься по уровню, вот по этим замкнутым аренам, стреляешь в монстров и пытаешься менять как раз положение свое на этой арене. Ты постоянно вертикально перемещаешься и горизонтально. В итоге у тебя получается какой-то экшен без конца. Серьезно, потому что как только ты встаешь, на тебя нападает имп, с тебя снимают половину твоих хитпоинтов, все, никуда, никак и ничего. И вот из-за вот этой динамики как раз играть в Doom очень и очень интересно. Это новые, свежие ощущения и впечатления. Опять же, старые игры — это укрытие и аккуратность. Новый Doom — это то, чего вы должны, в общем-то, ждать от экшена. Просто непрекращающееся действие. И, в общем-то, очень много людей спрашивали и сомневались по поводу того, что вот в новом Doom ввели добивание, это как-то слишком казуально, персонаж передвигается слишком медленно. На самом деле это все очень хорошо работает на как раз исходную механику. Дело в том, что когда ты добиваешь противника, во-первых, у тебя там есть пауза на полторы, на одну секунду. За эту паузу ты успеваешь подумать, что тебе нужно делать дальше, потому что, еще раз напоминаю, если вы останавливаетесь, то вас убивают, а вот в момент добивания вы как раз можете как-нибудь там прикинуть. Ага, вот сейчас я ему сверну шею, побегу вон туда, поменяю оружие, застрелю того, прыгну вон на ту верхотуру и еще заберу там какие-то патроны, здоровье и так далее. Помимо того, что вот ты должен постоянно просчитывать свой путь, примерно так, как ты играешь в Tony Hawk's Pro Skater, да, и там у тебя есть очень много трюков, ты из этих трюков пытаешься сделать комбинацию, вот примерно такие же ощущения вызывает новый Doom. Тебе обязательно нужно как-то вот делать комбо, причем это никак не учитывается игрой. Ты выруливаешь из-за угла, на тебя бежит барон Ада, ты понимаешь, что расстояние стремительно сокращается, но ты еще можешь там запулить в него из ракетницы. Ты стреляешь два раза, он еще ближе, да, ему ракета твоя нипочем, ты мгновенно переключаешься на дробовик, потом на гаусс-пушку, потом куда-то убегаешь, видишь там рядом какой-то чертенок бегает, ты его тоже, ты с ним разбираешься, у тебя там включаются руны и ускорения, и вот так вот у тебя бесконечная комбинация, серия вот этих решений сиюминутных. Опять же, в старых играх, ну, почему-то такого не было. Там все-таки даже если ты играл в Doom 1, в Doom 2, ты понимаешь, что всегда можно куда-нибудь отбежать, где-нибудь можно спрятаться, кого-то можно подкараулить в конце концов. Тут этого делать нельзя. Плюс еще здесь не регенерируется здоровье, и из-за этого как раз тебе тоже, опять же, нужно принимать определенную цепочку решений. У тебя добивания работают не только как паузы, но еще как бонус к ресурсам. И тебе как раз важно в правильном порядке не только врагов убивать, но еще активировать вот эти добивания, собирать ресурсы. Плюс еще есть менеджмент супероружия. В супероружии сюда записали, как ни странно, бензопилу, у которой есть определенное количество ячеек топлива. Просто так и резать нельзя. Ты режешь либо слабых врагов за одну ячейку топлива, и получаешь очень много патрона здоровья, либо каких-то сильных врагов ты режешь. Больших, жирных, тратишь на это три ячейки топлива. Соответственно, там еще больше патрон, но все равно, если ты режешь врагов поменьше, ты ресурсов получаешь от этого больше. И вот так вот, нон-стоп, ты смотришь, у тебя теряются патроны, они заканчиваются. Ты пытаешься придумать, кого зарезать, от какой угрозы побыстрее избавиться. Потом ты переключаешься на БФГ, которая тоже тут как супероружие, у нее всего три выстрела максимум. И вот из-за этого нон-стоп экшена как раз и получаются вот эти новые впечатления. Это дико круто. Если вы хотели какой-то новый шутер, каких-то новых ощущений, то вот они здесь, там на расстоянии вытянутые руки, на расстоянии этих несчастных двух тысяч рублей. А если вы гордый обладатель консоли, то там четыре, по-моему, тысячи, да? Да, четыре тысячи рублей. Дум ваш. Если честно, я его проходил как раз на ПК с геймпадом. И в достаточно нестандартной такой форме. Я когда в него играл, я отключал полностью все подсказки и информационный дисплей и пытался как-то делать живописные картинки, потому что вот мне нужно было выступить в одном спецпроекте краеведом. То есть вот, привет, я в аду. Сейчас я вам покажу самые интересные как раз локации, самые живописные места, в которых можно неплохо провести время и, возможно, зажарятся до смерти. И, кстати, в этом я нашел небольшую проблему. Дело в том, что новый Doom, он по разнообразию локаций не такой крутой, как хотелось бы. То есть я с трудом нашел, скажем так, где-то 20 сногсшибательных видов. Из них я отобрал только 10. Но это говорит о том, что когда ты проходишь игру, она больше утилитарная. То есть тебе не нужно вертеть башкой, как в Uncharted, и наслаждаться красивыми пейзажами. Нет, у тебя есть достаточно скучный утилитарный уровень, который состоит из блоков, по которым ты маневрируешь как раз. Тебе гораздо важнее не красивая картинка, хотя она, в общем-то, красивая. Там много эффектов. Допустим, когда в ад попадаешь, там повсюду искры, повсюду какая-то мразь, ересь, пыли седает везде. Это очень красиво выглядит. Но, тем не менее, вот эта игра больше не про красоту, а про утилитарность. Причем, кстати, если говорить про утилитарность, нужно обязательно заявить про SnapMap. SnapMap — это редактор уровней в Doom. И он работает немножко не так, как опять хотелось бы. Смотрите, какая ерунда со SnapMap. У него достаточно ограниченные ресурсы, и подается он не как редактор и утилита, которая делает новые уровни, а он больше для того, чтобы вы как раз делали вот эти многоуровневые арены. Потому что, если вы будете делать стандартные уровни, как в Doom, то ощущения и эффект потеряются. Потому что, если играть в новый Doom, как в старый Doom, то это будет совсем ерундой. Очень хорошо подчеркивается это как раз на том моменте, когда ты в новой игре открываешь секреты, там за каждый открытый секрет на уровне тебе открываются карты из старого Doom. Их можно выбирать потом в отдельном меню и проходить. Насколько я понял, вот эти старые карты, в них искусственный интеллект врагов прописан немножко не так, как в новой игре. И в итоге они ведут себя вот примерно как в оригинальном Doom, ну только с поправкой на некоторые мелочи. И вот когда ты играешь в эти старые уровни, то ты понимаешь, что они совсем не задействуют новую механику вот с этими аренами закрытыми, когда ты скачешь, когда ты пытаешься просчитать множество вариантов действий и когда тебе, ну, совсем не хочется останавливаться. Вот как раз SnapMap, он про то, чтобы вы делали какие-то вот закрытые штуки, а в них добавляли новые правила, потому что если ты не добавляешь новые правила в SnapMap, там как, там можно каждого противника настроить, там можно задать дополнительные условия для прохождения игры, там можно как раз сделать кооперативные карты, выбивать очки. То есть это больше какая-то аркадная история, чтобы люди делали новые стили игры. Ну вот как в редакторе третьего Варкрафта рано или поздно взяли и вывели формулу Tower Defense, или, я побоюсь сказать это слово, Dota, точно так же нужно использовать вот этот SnapMap. Это больше все-таки инструмент для того, чтобы делать не линейную карту, а именно развлекалово. Если у вас мозги хорошо заточены под геймдизайн, то будет круто. То есть это можно сделать какую-то очень маленькую карту, на которой будут бесконечно спавниться враги, и вы их каким-то способом будете убивать. Другого применения SnapMap я пока что, если честно, не нашел, и я им не так сильно впечатлился. Плюс еще я совсем немного играл в мультиплеер Дума, и самое главное вообще мне, вот главный интерес мой в Думе, это все-таки сингл. Вот за сингл я уважаю эту игру, если бы я играл в мультиплеер какой-то, я бы, наверное, переключился все-таки на последний Halo, потому что, ну, как-то Halo, он в этом плане намного более отработан, он более вылизан, он намного больше сбалансирован, а новый Дум, он все-таки, он как-то пытается пародировать Halo местами, но в целом, да, да, неплохой мультиплеер, но ничего особенного, то есть это не та штука, там, ради которой я бы купил игру. Касательно сингла, несмотря на то, что я вам все вот эти 20 минут рассказывал про замкнутые арены, уровни там достаточно большие, структура уровней там пытается как-то вот передать те самые ощущения от старых Думов, потому что, когда ты путешествуешь от одной закрытой арены к другой, у тебя, да, у тебя вот в эти моменты спокойствия есть много разных ответвлений, секреток, если исследовать правильно карту, ты находишь очень много разных тайников и бонусов, после чего как раз у тебя складывается впечатление, да, чуваки сделали те самые старые карты как надо, мне это дико нравится. На деле все-таки там левел дизайн, он немножко упрощен. На нескольких уровнях вы тупо мотаетесь по трем контрольным точкам, вы отключаете как раз специальные штуки, там вот есть непонятные наросты, там непонятно откуда, из которых вы должны вырывать пустулы, после того, как вы вырываете эти пустулы, где-то и из ада кричит какая-то тварь, вокруг появляются монстры, опять же, у вас начинаются арены. Если вы не ищете вот эти пустулы, то вы ищете ключ-карты или черепушки, как в старом Дум. Но опять же, вас ведут вот к этим ключам и в основном уровни достаточно линейные, просто с некоторыми ответвлениями. На некоторых уровнях есть нелинейность, но это как, тебя выпускают на этот полигон, и ты можешь собирать ключи в любом порядке, каком хочешь, либо ты можешь взять и деактивировать контрольные точки, опять же, в любом порядке произвольном. Но на самом деле, допустим, в аду, там ключи получаются один за другим. как это было в некоторых уровнях в Дум, то есть, некоторые уровни, они достаточно линейные, даже несмотря на то, что там много разветвлений, некоторые уровни, да, тебе позволяют иди туда, делай то, делай это, полная свобода. То есть, тут опять же зависит от того, на какой уровень вы попали. Дальше, наверное, как? Я могу рассказать про пушечки, потому что, как, Дум, пушки, это самое, по-моему, важное, что есть в Дум. Если честно, у меня смешанные впечатления от оружия в Дум, потому что там, как есть несколько вариантов оружия, некоторые достаточно полезные, некоторые почти мной не использовались за все прохождение. Допустим, стартовый шотган, он дико полезный, потому что там на каждую пушку можно навесить один из двух апгрейдов, потом между ними можно переключаться, там есть специальные летающие терминалы, из которых ты получаешь бонусы. Так вот, некоторые бонусы дико помогают, а некоторые бонусы, ну, как-то, мне показалось проходные. Точно так же с пушками. Некоторые хорошие, некоторые, ну, так себе. Допустим, я почти не использовал плазмаган, ну, мне он и со времен квейка не нравился, а тут его сделали более медленным и какой-то вот-вот совсем не внушает уважения, но, тем не менее, даже на разные пушки, там есть по две пушки, они используют один и тот же пул боеприпасов, то есть, если я не пользуюсь плазмаганом, я могу воспользоваться гаусс-пушкой, которая тоже расходует энергию и, в общем-то, не обламываться. В целом, оружие достаточно характерное, апгрейды к нему тоже некоторые есть прикольные, плюс, мало того, что ты покупаешь эти апгрейды, ты еще на самый мощный апгрейд должен выполнить какой-то челлендж, то есть, допустим, с дробовиком это ты из подствольного, из подствольной пушки должен застрелить 20 симпов напрямую, это достаточно сложно сделать, потому что им привертки, но как только ты выполняешь этот апгрейд, у тебя гранаты из подствольника начинают быть кассетными, то есть, они не просто взрываются, они еще вокруг разбрасывают какую-то ерунду, которая, в свою очередь, тоже взрывается, и одним выстрелом можно зацепить там не одного импа, а трех, под конец игры вот такие апгрейды, они становятся очень важными, потому что на тебя наваливается такое количество чертей, что у тебя просто заканчиваются патроны, и тебе не помогает даже ни бензопила, ни вот эти добивания, тебе нужен очень скрупулезный и точный менеджмент. В этом, кстати, я заметил большой недостаток дум, если вы будете его проходить, как его проходил я, то вы, наверное, утомитесь. Я его проходил в два захода по пять часов каждый, то есть я садился, я начинал играть, поначалу у меня была сложность ультра-ваиленс, и она хорошая, но на следующий день я уже дошел там до адских уровней и понял, что если я буду играть дальше на ультра-ваиленс, то из офиса я не уеду, вот совсем, потому что офис у нас закрывается поздно ночью, но даже вот этого времени мне бы не хватило. Я переключился все-таки на Hurt Me Plenty, за что себя дико корю, потому что как-то нужно было пройти игру на скорость, отфотографировать все пейзажи и корю себя за то, что я играл с залпом в эту игру. Дело в том, что Doom новый, он утомляет, он утомляет из-за того, что он слишком насыщенный. как только ты начинаешь на поздних уровнях сталкиваться с этими волнами, ордами монстров, тебе уже просто хочется как-то сложить геймпад, там, отодвинуть с себя мышку, клавиатуру и немножко передохнуть. У меня этого времени не было, и из-за этого игра показалась мне утомительной. Примерно такие же ощущения у меня вызывал оригинальный Doom, такие же ощущения вызывает Brutal Doom. Ты не можешь постоянно рвать и метать. Это нерасслабленная история вроде Uncharted 4, хотя Uncharted 4, если честно, в нем можно провести несколько параллелей с Doom, именно вот в голой механике, потому что Нейтан Дрейк, он точно так же обязан на как раз высоких уровнях сложности скакать по всей арене, пользоваться любым преимуществом и не стоять на месте. Единственное, ну, в Uncharted, да, там есть стелс-элементы и можно как-то там передохнуть. В Doom, конечно же, передохнуть нельзя. И если ты уж начал резать монстров, значит, ты должен это вот все закончить и пережить, потому что после каждой вот такой перестрелки, после каждого такого ожесточенного сценария, у меня тупо болели пальцы. Мне хотелось взять там, уйти на перекур, немножко передохнуть, но, опять же, не было времени. В целом, еще дополнительные штуки, которые есть в Doom, там можно прокачивать костюм, причем в два захода. Первый, ты улучшаешь себе какие-то мелочи, вроде там быстрая смена оружия, невосприимчивость к лаве и невосприимчивость к своим взрывам и взрывам от бочек, ну, и прочая ерунда. Плюс, еще какие-то массивные апгрейды, где тебе повышают максимальное количество здоровья, максимальное количество боезапаса. Это как раз все располагается либо по сюжету, либо в секретках. Ты там собираешь определенные шарды, и из этих шардов тебя потом идут апгрейды. Наверное, я еще пропустил самое важное, что есть в Doom. Наверное, нет, не самое важное, это сюжет. Сюжетом здесь все достаточно грустно, потому что ты, в общем-то, амальгам и сосредоточение всей злости, которая вообще может быть в мире, тебя боятся все черти, и, в общем-то, ты просыпаешься на бетонной плите, сразу же, там, в первые 15 секунд убиваешь первого монстра, потом у тебя начинается какая-то цепочка из очень жестоких смертей, и выясняется, что, оказывается, да, ты там на марсианском комплексе, а чуваки, которые работают там учеными, придумали, ну, просто отличный бизнес-план, они решили воровать энергию из преисподней, и, мало того, что они воруют энергию из преисподней, они еще не закрывают врата в ад, и не понимают, что как раз через эти врата могут проникнуть демоны, в общем-то, все случилось достаточно грустно, после этого просыпается наш думгай и начинает всех месить, в общем-то, это все, что вам нужно знать о сюжете дум, потому что там, ну да, есть какие-то мелочи, допустим, там есть говорящие головы, иногда они показываются вам проекцией, иногда они показываются вам вживую, но как-то вот все те, кто могут с вами разговаривать, это либо роботы, либо инвалиды, потому что главный NPC, который дает тебе задание, это, допустим, чувак, который достаточно рано заболел раком мозга и переселил себя в тело робота, одна из теток-антагонисток, это тоже женщина, у которой развился какой-то совершенно жуткий сколиоз, и в итоге она пересела в сервоброню, чувак, который тебе помогает, оказывается еще искусственным интеллектом, и опять же, вот как-то все достижения человечества, они в этом думе передаются вот через каких-то странных немощных персонажей, опять же, как только они занимают тебя беседой, это становится дико скучно, потому что ты слушаешь, да, вот эти реплики, но максимум, что тебе хочется, это, конечно же, рвать и метать, поэтому там, когда персонажи NPC это понимают, и они, в общем-то, разговаривают с думгаем примерно вот в таком ключе, в общем-то, я знаю, что ты любишь пушки, ты сейчас отправишься в то место, где будет офигенная пушка, ну, и так далее, и тому подобное, в общем-то, вам совершенно не стоит знать ничего о сюжете дум, единственное, концовка там достаточно мутная, но опять же, можно вспомнить про концовку первой части первой части дума, помнишь, как кончается, да, убиваешь Рахнатрона, тебе показывают картинку, что, мол, черти проникли на землю, а ты почему-то держишь в руке оторванную голову зайчика, ну, вот, вот, какую можно концовку придумать еще хуже и нелепее, наверное, ту, которая как раз в новом Doom, в остальном, эту игру нужно воспринимать не за ее мультиплеер, не за снэп-мэп, а именно из-за голой механики, потому что, если вы будете задумываться о сюжете, если вы будете задумываться о каких-то лишних деталях, у вас совершенно будет иное впечатление, а так, это достаточно складная, хорошая, толковая игра, более того, в нее намного интереснее играть, чем Wolfenstein The New Order, хотя и Wolfenstein, и Doom, это вот для меня как раз те штуки, которые я буду перепроходить, ну, раз в год точно, как я перепрохожу первый Doom, как я перепрохожу второй Doom, как я запускаю любительские уровни в Brutal Doom, ну, потому что это вот те шутеры, которые мне нравятся, и это дико классно, в общем-то, это, по-моему, все, что я хотел вам рассказать о Doom, спасибо за то, что смотрели, спасибо за то, что слушали, было очень здорово, и Doom проходить, и с вами общаться, поэтому пока!